Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Эдуард Затулвитер. И, несмотря на улыбку на моем лице, мы сегодня будем разговаривать о таких вещах, которые совсем не смешные. Это видео я, наверное, назову боль, стыд и позор в сетевом маркетинге. Или в MLM, или в маркетинге. Нетворк маркетинг. Любят сейчас по-современному называть. Начнем, наверное, мы со стыда. Я знаю, что очень многие люди стыдятся того, что они занимаются сетевым маркетингом. И ключевой точкой стыда для них является предложить что-то, какой-то бизнес своим друзьям, своим знакомым, с которыми они общались, собственно, как правило, на обычные темы. Самый серьезный разговор с такими людьми, как правило, заводится на политические темы. А как подойти, собственно, к каким-то бизнесам, к своим друзьям, к своим знакомым, как им это сказать. Тем более в тот момент, когда от них еще требуется что-то купить, чтобы выйти в этот бизнес, какие-то финансы. Вот и очень многие люди стесняются этого. Прям вот внутри стоит какая-то такая невидимая преграда. Возможно, это не только стыд, да, за то, что ты, типа, общепринято сейчас в мире и считаешь, что сетевый маркетинг – это отстой. Вот. Ну, ввиду того, что некоторые люди, возможно, одиннажды попробовав, у них что-то не получилось и начали распространять такую информацию, что отстой. На самом деле, нифига не отстой, можешь заработать много денег, но сегодня не об этом. Сегодня как раз-таки о стыде. Вот. Возможно, причина не только в этом. Причина внутреннего страха того, что человеку откажут, что вы предложите какую-то идею и получите не просто отказ, вы получите еще отказ в совокупности с насмешкой над собой, над тем, чем вы занимаетесь. Очень часто бывает, кстати, у меня так тоже было, присутствует, возможно, страх, боязнь того, что вы подставите партнера своего, да, если там, допустим, у него что-то не получится, да, то есть такая же вероятность тоже существует. Возможно, такой страх тоже есть. Часто присутствует много факторов, хотя я вам хочу сказать, если вот брать классические методики, да, которые применялись сегодня еще в 90-е годы, можно сказать, в древние времена по меркам MLM, да, потому что сегодня маркетинг вообще и технологии маркетинга и продвижения, они развиваются семимильными шагами и каждый год существенно заметно изменяются вообще технологии, принципы подачи. И если вам стыдно сегодня подойти к своим близким и друзьям, то вам и не нужно этого делать, да, то есть я вот сейчас вот вам радостную вещь расскажу. Вам и не нужно, собственно, этого делать. Нет, ничего из того, что я сегодня выше сказал, делать не обязательно, да, то есть вы можете, если вам не стыдно, да, а если вы не боитесь каких-то отказов, если вы твердо решили и твердо верите в то, в чем вы занимаетесь, но если вы реально боитесь напрямую подойти к человеку, позвонить к нему, вызвать его на какую-то встречу, то вам этого делать не нужно, друзья. Да и более того, я, например, являюсь сторонником новых технологий в сфере маркетинга и являюсь сторонником развития физио-маркетинга через интернет. И я считаю, что на сегодняшний день такие вещи, как встречи, типа кофе, там встретиться со своим партнером потенциальным, позвать его на кофе, это вообще глупость. Не нужно вам этого делать. Знаете почему? Потому что, ну вот, лично я сталкивался с таким, что меня бывало приглашали мои знакомые просто типа встретиться, где-то посидеть, хорошо время провести. И как оказывалось последствия, мне в этот момент толкали какую-то шнягу, извините за выражение, да, какую-то компанию. То есть это было крайне неприятно. Я вообще считаю, что современные технологии, они позволяют реально не вылазить из своей квартиры, из своего дома. Да вообще это неэргономично. Встречаться с каждым человеком, это же надо к нему доехать. Если мы говорим речь, например, я сейчас живу в Москве, это же вообще просто пипец. Тут порой до одного партнера полдня будешь добираться только в одну сторону. Это еще надо с ним встретиться, кофе ему угостить. Да нахрена такие затраты, да, затраты на дорогу. Затраты какие-то по месту. Да и вообще самая-самая-самая главная затрата – это время. То есть это то время, которое можно было бы реально использовать во благо. Так вот что, собственно, как обойти этот момент, этот момент стыда? Это очень просто, друзья. Если вы сегодня находитесь в какой-то компании сетевой, просто используйте современные технологии. Что это? Это социальные сети. Сегодня все люди там тусят. Вообще все – это Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Да, я перечислил сейчас только самые основные. И, соответственно, все ваши друзья, все ваши знакомые, они так или иначе интересуются жизнью своего теплого круга, то бишь вашей жизнью, точно так же, как и вы интересуетесь жизнью этих людей. Если вы хотите до своего теплого круга, до своих знакомых максимально эффективно что-то донести, просто фиксируйте каждый свой шаг, каждое свое действие в социальные сети. Причем делать это нужно правильно, по технологии, либо путем создания какого-то контента. То есть я сейчас говорю о контент-маркетинге непосредственно. То есть что для этого необходимо? Это может быть либо видео, ваши видео, возможно, личные, да, так как я сейчас иду записываюсь, возможно, видео с экрана, да, если речь идет о каких-то действиях непосредственно в личном кабинете. Фиксируйте каждое свое действие, да. Если вы хотите поделиться своим ближним кругом о чем-то, то вам достаточно просто об этом записать видео, либо хотя бы написать статью с выкладкой какого-то контента, ну, допустим, это даже какие-то скриншоты или фотографии. Можете быть уверены, ваш теплый круг обязательно об этом узнает. То есть если вы, конечно же, это будете делать неоднократно, а будете буквально фиксировать каждый более-менее весомый шаг в компании. Каждый более-менее весомый шаг. То есть это, непосредственно, сама регистрация, как вы зарегистрировались, как вы вошли в бизнес, какой товар, на какую сумму вы, какой продукт вы купили, как вы его получили, обзор о том, что это вообще такое, какую пользу он вам приносит. То есть это огромное-огромное количество контента, который вы можете выкладывать просто на своих страницах в социальных сетях. И поверьте мне, это будет намного эффективнее и намного лучше, нежели вы сами будете долбиться просто в самый неподходящий момент к своим друзьям и знакомым и, соответственно, ну, просто навязывать им какую-то тему. Они в свое свободное время, когда посчитают сами нужным, зайдут на ваши ресурсы, да, информационные ресурсы, и сами для себя в удобное время, когда их ничего не отвлекает, самое лучшее время, без какого-то насеста, без какого-то дискомфорта изучат то, что вы предлагаете. Им реально будет как минимум интересно. Это то, вообще, с чего следует начать, это относительно стыда в этой сфере. То есть все он обходится на сегодняшний день, благодаря современным технологиям, на раз, два, три. Дальше. Что я вообще считаю позором? Вот позорищем для меня являются по большей части те люди, которые сегодня уже стыд потеряли, которых стыда, собственно, и нету, абсолютно уже никакого. Позорищем сегодня в МЛМ являются те люди, которые, ну, вот, к примеру, заявление, которые раздают там гарантии, которые раздают какие-то небылицы, прям вот. Мамой клянусь, точно, 100% заработаешь в этой компании, 100% самая лучшая компания в мире. Ой, ну, знаете, вот сколько раз я это вижу каждый день, каждый день, причем пачками. Люди мне и самому пишут, и звонят бывают, и иной раз думаешь, либо он меня наебывает, извините за выражение, либо он на самом деле такой дебил, что в этого все верит. Но я вам хочу сразу сказать, чтобы избежать такого позора, неважно, в какой вы компании находитесь, продуктовка эта, пирамида, хайп, просто матрица, не важно. Если речь идет сегодня о деньгах, если речь идет сегодня о заработке, то здесь гарантий быть не может. В каких-то компаниях доход больше, риск больше, в каких-то меньше доходность, меньше риски. Да и вообще опытный пользователь на основании вашей точки зрения он всегда сможет соотнести возможные выгоды и возможные риски. И вы знаете, я иной раз проводил такое исследование, можно сказать. Я реально тестировал на своих подписчиках, на своих людях. Я пробовал реально записывать о какой-то одной компании. Было такое. Исключительно положительные стороны. Об отрицательных замалчивать. И вы знаете, в чем прикол получился? Что эффект был гораздо хуже, чем тогда, когда я был максимально откровенен со своими подписчиками. То есть максимальная откровенность. И вот почему это работает. Насколько я вообще к этому пришел. То есть я хочу, чтобы вы понимали, не бывает идеальных вообще компаний, не бывает идеальных людей. Бывают просто тупые дистрибьюторы, которые просто слепцы, либо зомби. Я не знаю, ну как, позорище, в общем, одним словом. Ваша задача заключается лишь просто в грамотном, обоснованном мнении, обзоре. То есть если вы сегодня находитесь в какой-то компании, если вы тщательно в ней не разобрались, если вы в ней работаете уже сегодня, вы знаете и плюсы, и минусы. Освещайте и то, и другое. Ваша задача заключается в том, чтобы просто аргументировать свое участие. То есть не нужно скрывать какие-то отрицательные моменты. Почему? Потому что человек, который сегодня ищет, он сегодня находится в поиске, возможно, он ищет какой-то бизнес, он посмотрит видео. И если там только о плюсах сказано, он автоматически уже начнет думать, а какой же там минус, не бывает же все настолько идеально. И тут у него появляются задачи искать эти минусы. Ну, собственно, какая у него мотивация сегодня изучать ту компанию, в которую он еще не вошел. И, собственно, возникает зерно недопонимания, недомолвленности какой-то. То есть когда человек просто не уверен в том, что вы его предлагаете. И зачастую люди самостоятельно не ищут уже подробную информацию о компании. А если вы все разложите по полкам человеку, все покажете все абсолютно. То, что видно публично, то, что не видно, то, что нужно поискать. Имея уже весь багаж информации, человек уже самостоятельно, ему будет гораздо легче сделать выбор, когда он уже, ну, скажем так, осведомлен хорошо и скажет вам спасибо, то, что вы реально ему обеспечили информацией. И ваша задача просто в конце этого всего, если речь идет об обзоре, просто дать свое утвердительное решение. Утвердительное мнение относительно того, почему вы, собственно, выбрали эту компанию. И почему вы, собственно, являетесь ее дистрибьютором, почему вы покупаете ее продукцию, почему, если мы сейчас говорим там о хайпах, почему вы именно вот сюда вложили деньги, да? То есть нужно это просто обосновать и все. И, кстати, уровень вашего участия в компании – это прямой показатель вашего доверия этой компании. То есть никакие там россказни, сказки. Знаете, вот я вижу часто людей, которые там реально, ой, такая хорошая компания, я так ее люблю, я так ее обожаю, и мне так это все здесь нравится. А начинаешь, ну, как бы, разбираться, а сколько твое участие, объем твоего участия? Он говорит, там, 100 евро, 10 евро, да, 500 рублей. И в этот момент ты понимаешь, вот он объем настоящей веры участника вот этого человека в эту компанию. Так что, конкретно, только рублем вы можете доказать, насколько вы сегодня заинтересованы в той или иной компании, да? И это является чуть ли не самым основным аргументом с вашей стороны, именно фактом, можно сказать, о том, насколько вы верите и доверяете. Вот это самые ключевые моменты, да? То есть не будьте позорным вот таким вот дебилоидом, извините. Вот, кстати, я иногда могу применить крепкое словцо в видео, да? Не потому что я часто применяю эти слова. Я даже иной раз специально их говорю, чтобы просто отсечь ненужную аудиторию. Вообще не люблю ранимых людей и все в структуре, которые, блин, о, боже, он там сказал жопа! Какой ужас! Знаете, вот такие люди мне, черт возьми, я просто их не переношу, их не переварю у меня. У меня диарея из-за них возникает. Вот я люблю адекватных людей, собственно, обычных, нормальных людей, таких, как и я. Вот, без всяких заскоков. Именно так я строю свою команду, свою структуру. Вот. Это относительно стыда и позора, да? То есть, как этого всего избежать сегодня в MLM? Боль. Боль. Последняя, да? Поговорим о боли. Что такое боль? Самая большая боль, которая может быть сегодня в сетевом маркетинге, это непосредственно закрытие компаний, в которой вы работаете. Да, да, друзья. И такое бывает. Я хочу, чтобы вы понимали, что в этом мире нет ничего вечного. Нету. Нету. Кто вам там не говорил? Знаете, я уже столько компаний видел, там одни говорят, одни говорили, там, это компания на 400 лет, другие там говорили, на 500 лет, там, на века, третьи там продают какую-то хрень, извините, бумажки, которые собираются детям своим по наследству передавать. Там поставили три столба в Белоруссии, блин. И лохи три года несут деньги в одну сторону, в один конец. Вот. Так же, чтобы вы понимали, любой бизнес, он сегодня имеет свою точку начала и точку конечную. Вот. Любая компания, а вообще любая. И я сейчас не говорю только вот за хайп и за пирамиды. Вообще любая, даже продуктовки. Они как открываются, так и закрываются. Сегодня в мире, вдумайтесь, официально только, только по официальным данным, за 2015 год в мире более пяти тысяч компаний сетевых. Официально в них работают более 60 миллионов дистрибьюторов. Представляете вообще, это только официально. Это то, что документально оформлено. А на самом деле, вы смело можете эту цифру умножить где-то в четыре раза. то есть, вот представляете, какой огромный рынок сегодня, да? И кто там вообще, кстати, это к тому моменту, что вот кто там говорит, что сетевых, это все серьезно. А друзья, это только вот у нас, в наших странах понторезки всякие понторезов и воватников, можно сказать. Существует так вот в странах России, Белоруссии, СНГ, вот в Украине. Вот только вот в этих вот странах реально относятся к сетевому маркетингу как к чему-то такому странному, ужасному. Ни хрена, нигде в мире я не видел вот такого отношения дебильного просто к сетевому маркетингу. Везде его нормально воспринимают и даже это солидно. И сегодня сетевый маркетинг мне реально приносит крупные деньги. Я уже забыл, что такое выходить на работу. Если даже сейчас просто задуматься о том, чтобы вернуться на работу назад. Слушайте, это вообще страшно. Для меня это самый страшный сон вообще в жизни. Вот. Так что вот относительно боли. Боль возникает тогда, когда сетевая компания закрывается. Боль, когда ты в ней не зарабатываешь. Боль, когда твои партнеры теряют. боль, когда ты теряешь свою структуру, свою команду из-за этого. Да? Но я уже на сегодняшний день пережил два таких болезненных момента. И вы знаете, даже впервые, когда это было у меня случилось, даже когда это реально... Первый опыт, он всегда самый яркий, когда в один момент рухнули все идеалы. В этот самый момент я долго не плакался и долго не страдал. Потому что я тогда уже осознавал, что слезами здесь вообще ничему не поможешь этому делу. Поэтому просто нужно брать, как говорится, и работать дальше. Сконцентрировать свои усилия на поиске новой компании, в которую вы могли бы повезти свою команду. Либо строить новую команду, новую структуру. Хочешь, чтобы вы понимали, еще, кстати, один очень важный момент. Сегодня в любой вообще, в принципе, MLM-компании, в любую, которую вы начнете развивать, я хочу, чтобы вы понимали, никогда не следует толкать в первую очередь компанию. Ну, это, конечно, нужно давать какие-то презентации, нужно рассказывать о маркетинге этой компании, но самое главное, чтобы вы осознавали, люди в первую очередь идут на людей. От выбора вашей компании зависит далеко не все, как вы думаете. Примерно процентов 10-20 успеха. Все остальное зависит конкретно от вас, от вашей решимости, от вашей храбрости и от того, насколько вы полезны людям. Как ни странно, но если вы будете полезны людям, они будут идти за вами независимо от того, закрылась ваша компания, не закрылась. Если закрылась, можете быть уверены, большая часть этих людей, если вы им полезны, пойдет за вами в ту компанию, которую вы выберете. Как достичь этой болезненности, собственно, избежать этой боли? очень просто. Самое больше всего сегодня, ну, больше всего сегодня, блин, чигирями пошелки торров здесь какой-то, больше всего ценится сегодня людьми в сетевом маркетинге, это когда вы людей реально, ну, самое первое, это чтобы ваши люди, ваши рефералы выходили в профит, желательно достигать этого, очень желательно. Ну, и второй самый распространенный момент, это обучение. Учите своих людей, обучайте их. Знаете, это чуть ли не самый частый вопрос, когда, ну, ты заходишь в какую-то компанию, и потом начинаешь работать, и к тебе люди стучатся, и они ищут, задают тебе вопросы, а почему я должен пойти именно к тебе, почему, что вы даете, занимаетесь обучением, что у вас есть еще, что еще есть, и, ну, ты начинаешь раскладывать все по полкам, и чем больше этих элементов полезности вы даете, тем лучше, тем легче человеку будет принять решение работать вместе с вами. Хотя, на самом деле, хочу одну фишку рассказать. Вот, даем обучение, все рассказываем, все по полкам, рассказываем, как работать по технологии. Кстати, технологии сегодня настолько далеко пошли вперед, вот просто вот один маленький пример потом расскажу. Вот, все рассказываешь, все разжевываешь, реально, спрашивают себе, блин, как мне построить структуру, как ее выстроить? Начинаешь реально обучать, начинаешь все это показывать, и что в итоге? человек принял эту информацию, ее изучил, но не применяет. И таким образом поступает, ну, примерно 99%, ну, может быть, чуть меньше, 98% людей активных. И дальше все равно работает без технологии, потому как, ну, я не знаю, что у них вообще в голове, и что творится. А многим людям просто, знаете, это одна категория, а вторая категория, им просто важно знать, есть ли у вас обучение. Они даже видео не смотрят, даже не изучают, даже на вебинары не приходят. Хотя им категорически, для принятия решения работать вместе с вами, категорически необходимо было понимание того, что вы даете обучение. Не знаю, как по-украински, шоп-було, как говорится. чтобы было. Хотя этим человек вряд ли будет пользоваться. То есть у него должно быть понимание хотя бы, что если до меня когда-нибудь меня петух жареный в задницу клюнет, и я захочу развиваться, нужно, чтобы у меня был человек, который мне поможет. Вот вы должны стать именно таким человеком. И плюс ко всему, когда, если, например, компания закрывается, когда боль возникает, вы должны не сопли там распускать, а реально не терять времени и собирать свою команду в кучу, пока она там не растерялась, и искать другую компанию. То есть проявлять не что иное, как лидерские качества, самые настоящие. В этом-то и заключается лидерство. То есть занимайтесь информационной поддержкой, занимайтесь обучением. Все это элементарные прописные истины. Сегодня мы в команде MyTeam занимаемся обучением, причем обучением конкретно по автоматизации всех процессов. Мы работаем по направлению контент-маркет, маркетинга, непосредственно делаем акцент на видеомаркетинг, работаем в социальных сетях, через SMM, используем различные программы для автоматизации процессов. Вы даже себе не представляете, какие возможности дают сегодня простору интернета. Я знаю, что многие из вас, например, они работают через социальные сети, и очень часто когда проявляются всплески мотивации, когда хочется чего-то достичь, хочется какие-то результаты, новых рефов себе подобрать, когда вы видите успех другого какого-то человека, который квалификацию защитил или заработал какие-то деньги, и вам хочется этот успех повторить, и у вас там мотивация прямо из трусов уже сыпется, и вы там начинаете используя свои контакты, например, в социальных сетях, добавляться, например, добавлять людей, вот самая вот распространенная ошибка, добавлять людей из различных групп в социальных сетях, например, людей из группы по МВ. Вообще, бедные эти МВФС, я даже им не завидую, вот прям вот все, кому не лень, сразу вспоминают МВ и сразу начинают оттуда выцеплять контакты. Вот вы оттуда вы их цепляете. У вас один аккаунт. Причем уже, предположим, что на данный момент вы уже горьким опытом убедились, что сильно, резко в этом направлении шевелиться нельзя, потому что вас забанят, вас наверняка уже не раз банили за спам. Потому что там, как говорится, если начнете цеплять этих людей, писать им без причины сообщения о своем проекте, сразу схватите одну-две жалобы и улетите в бан. И вот максимум, что вы можете достигнуть с помощью природного аккаунта, это, скажем так, без риска для аккаунта этого, для вашего. 5 бизнес-контактов в день, 20 человек вы добавились, 30 человек вы скинули заявку в друзья на добавление, вручную, причем это занимает огромное количество времени. Вот, из этих 20-30 вас добавило 4-5 человек и с ними вы пытаетесь начать диалог. тратиться на это просто колоссальное количество времени и это абсолютно не имеет никакого смысла, никакой эргономики, вообще, это мартышкин труд. А потом вы начинаете развить руками, вот, у меня ничего не получается, через интернет работа херово, а потому что нужно работать по технологии. Вот, просто пример возьмем, да, все из вас наверняка много, кто добавлялся к людям, кто им писал, кто-то свои паблики пытался создавать, да, я вижу сегодня очень больших таких пабликов, групп в интернете, вконтакте, в том же, три подписчика, пять подписчиков, ну, пиздец, извините, вот, и, и люди их забрасывают, да, там, красиво потратили время, оформили, аватарку сделали, интерактивное меню сделали, даже там постов 20 написали, а никто не идет, а кто же вас узнает, если извините, вы нигде об этом не рассказываете, не распространяете, да, допустим, вы записали какое-то видео, и в большинстве случаев без технологии вас посмотрят только вы и ваши друзья и родственники, которые, собственно, это видео уже смотрели на моменте производства, то есть находились рядом с вами, да, то есть вы его записали, выложили себе там на страничку, ну, и ваши там близкие друзья, все, никуда дальше это не пойдет, а ваша задача, когда вы делаете какой-то контент, чтобы вас смотрели люди, то есть гнать трафик на этот контент, блин, я уже второй круг нарезаю, наверное, буду вот такие видео чаще записывать, потому что засиделся последние полгода дома, начал выходить на улицу и понял, что я здесь лучше соображаю, вот, вот, соответственно, вам необходимо гнать трафик на этот контент, как его гнать-то вообще, ну, собственно, здесь ничего особого такого нет, здесь нет никакого секрета, это самая обычная технология, нет никаких элементов везения какого-то, различного бреда, все это просто обычная технология, ну, вот, к примеру, вот вы с одного аккаунта там кому-то скидываете информацию, причем, как правило, все спамят, сразу же скидывают сообщение, типа, такого формата, чувак, здесь столько-то процентов в месяц, в день, в час, самая крутая компания будет работать вечно, тралалалалалала, естественно, ну, блин, никто не любит этот спам, и ваши аккаунты банятся, они вообще никакого, никакого, никакого абсолютно эффекта, я еще раз повторяю, люди идут на людей, соответственно, если вы, например, пользуетесь программами для автоматизации, вот есть такая хорошая программа, asmr называется, вот заливайте туда скажем 100 аккаунтов хотя бы ну или 200 все зависит от вашего аппетита 200 аккаунтов примеру там все на автомате можно эти аккаунты не надо регистрировать самостоятельно чтобы вы понимали они продаются сегодня повсеместно любой аккаунт с любой социальной сети можно купить через за копейки том же вконтакте например там те же аккаунты они уже и заполнены и с друзьями и со стеной со всей информацией уже выстоянные да то есть зарегистрированные более чем полгода назад чтобы меньше подвергаться бану вконтакте на любой вкус и цвет любой социальной сети вообще все абсолютно все это продается все уже готово и вот и стоят они ну там по-разному там от нескольких рублей до нескольких десятков рублей если там много друзей могут 1000 рублей стоит аккаунта ну разные есть под разные нужды собственно но среднем хороший аккаунт стоит рублей 15-20 вот можно их самостоятельно регистрировать если вы будете работать с небольшим количеством аккаунтов то есть разные стратегии есть стратегии например по полной автоматизации когда вы работаете с большим количеством аккаунтов например просто просыпаетесь один из вообще в своей жизни что-то настроили в этой программе каждое утро просто просыпаетесь нажимаете одну кнопку и все и по вашу как по волшебству на ваш контент идет трафик это супер вот если вот 200 контактов 200 аккаунтов просто запускаете их работу все один раз потратили 5-6 часов времени на настройку всего этого дела нажимаете волшебную кнопочку каждое утро когда просыпаетесь идете занимаетесь своими делами а на ваш контент на ваши видео на ваши статьи на ваши публикации на ваши посты на вашу реферальную ссылку сыпется просто сыпется живой народ сыпется трафик недавно нашел кстати еще одну программу очень крутую тоже будем использовать нашем обучении ноябре готовлю тренинг по близ рекрутингу в рамках нашей команды наших партнеров и вот кстати нашел прикольную программу автопостер для групп вконтакте и фейсбуке когда вообще круто ты просто вот самая большая проблема например по создание паблика кого-то это заключается в том что о нем не следует забывать его постоянно нужно наполнять контентом ну и большая часть людей тормозится после создания 10 20 постов там же просто вообще я буквально за 10 минут вообще на отложенные посты на три недели вперед отложил уже публикации своей группе как там делается просто берется вставляется ссылка на группу которая наиболее подходит вашей тематике программа выгружает все посты оттуда вы смотрите и отбираете по размере по различным фильтром самые лучшие посты то есть даже те посты которые набрали в этом паблике больше всего лайков репостов комментариев то есть вы уже сразу можете отсеять самые лучшие посты по оценкам зрителей публики эти посты непосредственно уже заливать в автоматическом порядке на свою группу причем там есть функция как онлайн публикации так и отложенные публикации когда вы просто нажимаете одну кнопочку оффлайн и там допустим с диапазоном 2 часа раз два часа у вас сразу же функ были благодаря функции отложенная публикация в контакте сформируется там несколько сотен постов на несколько месяцев вперед и вы будете точно знать независимо от того есть у вас сегодня собственный контент или нет вас каждые два часа будет что-то публиковаться в вашей группе и соответственно это будет отображаться в новостной ленте участников этой группы и группа будет привлекать к себе больше целевой аудитории которая будет также лайкать также делать репосты и привлекать таким образом новых людей с помощью 200 аккаунтов можно добавлять друзей кстати 200 аккаунтов хотя 10 по 5 человек каждый добавляет это 1000 целевую тысячи человек тысяча контактов целевых в сутки еще представляете эту вообще эти цифры тысяча человек сутки не 5 а тысяча причем вас никто не ограничивают в количестве аккаунтов никто не ограничивает вы просто можете захватить всю целевую аудиторию на себя все вообще просто и потом когда люди добавляются уже на эти аккаунты отправлять им те же инвайты те же сообщения о вашей полезностью как раз таки не спамом заниматься проект рассылку например тоже на кита ваши видео ваши уроки которые могут быть полезны вашей целевой аудитории потому что человек увидит что вы дали что-то полезное вы ему не спам скинули вы его не смешиваете с говном для тому что вы скидываете ему спам а вы скинули ему куда интересную информацию какой-то урок который вы изучили эту тему вы ему скинули он ее посмотрел и с большой вероятностью в зависимости от того насколько качественно в это видео записали перейдет на ваш канал на ваш основной ресурс и подпишется и там уже увидят информацию вашей компании вообще крутая технология очень круто работает потому что еще раз повторяю люди идут на людей а если вот еще другой часто вопрос а где мне брать темы где мне брать темы для видео да слушайте это на самом деле большой секрет но ничего здесь вообще сверхъестественного нет копировать вам я не советую чужой контент а вот воровать посоветую воруйте но это неплохо вы понимаете во время воровства контента рождается новый контент почему то есть это не просто скопировать видео или скопировать фразы там под копирку стараться подражать человеку которого вы копируете контент который вы копируете нет вы можете использовать тот контент который сегодня есть этот контент который я вам даю либо еще кто-то пройти какие-то тренинги либо наши либо сторонние тренинги эту информацию пропустить через себя добавить к этой информации частичку своего опыта и уже выдать какую-то уникальную информацию вот это называется воровство и собственно других путей рождения нового контента не существует вот вам еще одна технология просто берите и воруйте как ни странно это работает так что так вот друзья я не знаю затянул уже наверное много о чем хотел поговорить с вами так что это было это было видео о боли стыде и позоре в млм я желаю вам сейчас пойду по темному переулку где гуля в темном переулке где гуляют урки вроде никто не гуляет кроме меня вот здесь это видео было для вас полезным присоединяйтесь к нам в команду my team присоединяйтесь сильную дружную команду где сегодня мы все прекрасно создаем что один в поле не воин и все вытягиваем друг друга вытягиваем всех членов нашей команды учим работать людей по технологии выводим их на доход на правильную работу так что во первых ставим лайк во вторых подписываемся на канал в третьих добавляем меня в контакты в skype или либо в контакте либо в фейсбуке все это есть можете даже на телефон позвонить и в четвертых регистрируемся в мою компанию что вы хотели еще услышать конечно же моя компания самая лучшая в общем таким образом друзья все всех благ всем удачи был был рад сегодня с вами побеседовать потому что если бы еще 10 лет назад меня увидели с палкой в руке разговаривающий с ней я был упекли в дурку но сегодня я вижу не просто камеру перед собой я вижу каждого из вас всем пока